всем привет сегодня расскажу вам как правильно и быстро бросить курить практически все курящее население мира было бы не против бросить эту пагодную привычку но немногим это удается так как же это сделать но обо всем по порядку я решил разобраться в этом вопросе и сейчас вам все расскажу а бросать или нет решать только вам кстати а вы знали что подписка на мой канал автоматически улучшает карму способствует повышению качества сна приводит к похудению и увеличивает размер кошелька не знали тогда настоятельно рекомендую проверить это и подписаться прожимайте жирнейший лайк и не забудьте про колокольчик чтобы не пропустить новые видосы напишите в комментариях курите вы или нет поехали многие никотинозависимые пациенты полностью осознают губительные последствия которые неизбежно настигают их при постоянном курении если даже не принимать во внимание вред наносимый вашему здоровью только задумайтесь сколько денег вы выбрасываете на ветер могли бы их потратить с пользой но к сожалению справиться с зависимостью получается далеко не у всех людей предпринимать новые попытки борьбы все сложнее а рецидивы происходят чаще не более 5 процентов курильщиков удается волевыми усилиями преодолеть желание употреблять никотин остальные нуждаются в профессиональной помощи начиная от психотерапевтического вмешательства и заканчивая терапией специализированными лекарственными средствами причины срывов и рецидивов когда человек курит никотин в его организме связывается с рецепторами никотина впоследствии высвобождаются вещества называемые катехолами нами среди них выделяют дофамин серотонин нарадреналин эндорфины гамк ацетилхолин cns становится зависимая от этих веществ и требует чтобы они присутствовали в организме постоянно итог для того чтобы центральная нервная система работала нормально человеку необходимо чтобы никотин поступал к ней регулярно при попытках бороться с зависимостью подпитка катехолами нами прекращается с последующим развитием синдрома отмены он проявляет себя следующим образом пациент становится чрезмерно раздражительным усиление симптоматики наблюдают в период от 4 часов до суток максимальное усиление признаков синдрома отмены происходит на третьи сутки после того как человек отказался от табака длительность абстинентного синдрома в целом составляет три недели насколько будут выражены симптомы это зависит от интенсивности курения в прошлом именно поэтому врачи клиницисты при работе с такими пациентами должны учитывать синдром отмены как неприятное и порой тяжелое явление мгновенный отказ от курения может быть опасным прежде всего для психики опросы курильщиков наглядно показывают готовность подавляющего большинства из них около 70 процентов отказаться от никотина навсегда но вера в успех у них очень слабо особенно тяжела у зависимых людей переносимость первых дней воздержания и в этот период срывы происходят особенно часто как навсегда отказаться от курения доказательная медицина утверждает что отказ от курения навсегда возможен если врачи умело сочетают психотерапевтические методики направленные на коррекцию поведения пациентов лекарственные средства в свою очередь такие препараты делятся на разные группы и обладают различным механизмом воздействия на организм они катинозаместительной терапии знают многие медики но уровень ее эффективности к сожалению очень низок не более 6 8 процентов более того последние данные свидетельствуют о том что нтк провоцирует серьезные осложнения со стороны сердца и сосудов сейчас разработано как минимум несколько новейших лекарственных препаратов благодаря которым зависимые могут избавиться от своей пагубной привычки раз и навсегда главная ценность новых лекарств состоит в том что никотин в их состав не входит одно из таких средств чампикс сфера его действия те же нервные рецепторы что у никотина механизм действия чампикса состоит в постепенном снижении у пациента влечения к табаку а синдром отмены люди переносят гораздо легче чем при приеме нтк при этом курильщик мягко но ощутимо теряет и ощущение удовольствия обычно возникающие при употреблении никотина клиническая эффективность препарата чампикс составляет 88 процентов при условии соблюдения всех указаний данных лечащим врачом что рекомендовать людям кроме лекарств врачам работающим с никотинозависимыми пациентами рекомендуется давать им эффективный алгоритм практических действий в плане работы над собой анализ своего личного опыта если у человека случился рецидив ему следует внимательно проанализировать его причиной с устранением факторов спровоцировавших его на срыв подумать о том какой ритуал можно было бы выполнять в качестве замены традиционной сигареты человек не должен скрывать своей цели бросить курить от родных и близких чтобы они стали для него реальной поддержкой на всех этапах лекарственного и психотерапевтического лечения следует работать над силой воли и учиться преодолению желания выкурить сигарету в данном случае хорошо работают специальные дыхательные упражнения и методика переключения внимания на другие вещи например можно прекрасно отвлечь себя сделав звонок другу или прогуляться по свежему воздуху нельзя допускать популярного перехода на легкий табак или сигареты выпускаемые в электронном формате курильщик просто станет выкуривать еще больше сигарет чтобы удовлетворить потребность своей нервной системы в никотине вопреки распространенному мнению никотин входит и в состав электронных сигарет поэтому безопасными они точно не являются ну и конечно докторам обязательно надо разъяснять своим пациентам каким образом происходит формирование зависимости от никотина когда человек знает по каким причинам ему безумно хочется курить ему гораздо проще работать над собой следуя индивидуальному пошаговому алгоритму борьбы можно сделать вывод о том что оптимальное лечение заключается в сочетании как психотерапевтических так и лекарственных методик только при таких условиях с никотинозависимыми можно работать продуктивно с получением положительного и стойкого результата вот такой ролик сегодня получился надеюсь вам понравилось всем спасибо за внимание кстати а вы знали что подписка на мой канал автоматически улучшает карму способствует повышению качества сна приводит к похудению и увеличивает размер кошелька не знали тогда настоятельно рекомендую проверить это и подписаться прожимайте жирнейший лайк поделитесь им в соц сетях пусть все знают и не забудьте про колокольчик чтобы не пропустить новые видосы и прожать на них лайкосы всем добра и бабла до новых встреч пока пока а Субтитры подогнал «Симон»